В Видном состоялся очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу. На этот раз «Металлург» встретился с командой «Ковровец» из Владимирской области. О неожиданных поворотах игры расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. Такого начала болельщики «Металлурга» не ожидали. В первой половине встречи с «Ковровцем» все события развивались на стороне хозяев поля. Соперник буквально атаковал ворота видновчан. Открыли счет гости из Владимирской области. На большой перерыв команды ушли с результатом 0-1, что расстроило старшего тренера и заставило «Металлург» сменить тактику. У нас команда настроилась на слабого соперника и немножко поднял настроение, как по-русски взбодрил. Я сейчас думаю, пойдет другая игра. Для «Металлурга» это седьмая игра в рамках чемпионата России по мотоболу. Все матчи спортсмены прошли без поражений. После двух неудачных периодов во встрече с «Ковровцем» видновчане взяли ситуацию под контроль. Любого соперника уважать надо, независимо от того, в каком он по рейтингу стоит, вверху или внизу. На «Металлург» все команды настраиваются, на «Металлург» всегда больше, чем на остальные. Выиграть у «Металлурга» это уже достижение. Видновчане все еще продолжают играть без своего капитана. На втором матче чемпионата Владимир Сосницкий получил травму. Пока он лишь в роли зрителя морально поддерживает спортсменов. Такую же поддержку «Металлургу» оказывают и болельщики, которые, несмотря на дождливую погоду, пришли на стадион. Интересно играть, неплохо. «Металлург» немножко грубовато играет. Видно, что они жесткие. Отбирают хорошо. Президент «Металлурга» Валерий Нефантьев отмечает, если команда «Ковровец» продолжит работать в том же темпе, то через пару лет станет одним из основных соперников видновских спортсменов. «Ковров» раньше была великая команда. Мы с ней боролись за первое-второе место. Лет 15 боролись, первое-второе место делили. Последние где-то 80 лет они немного сдали позицию. Старики ушли, молодежь подготовили. Они вправились. Сейчас опять хорошая молодежь. Я думаю, два-три года они будут за призовую тройку бороться. А пока в лидерах легендарный «Металлург». За последние два периода видновчане шесть раз пробили ворота гостей из Владимирской области. Те, правда, тоже не отставали. На счету «Ковровца» и еще два гола. В итоге встреча закончилась со счетом 6-3. Юлия Пагасьян, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ильга Садовская. Видно ТВ.